Девушки отдыхают Стало от мусора не продохнуть? Купи билет в космос и в добрый путь! Пока на космолете отдыхаешь от дел, Землю расчистят роботы Биэнэлл! В надежде, что когда-нибудь жизнь на Земле снова возродится, люди курсировали на космическом корабле в течение нескольких столетий. А пока на Земле трудился робот Валли. Последний робот на Земле, который каждый день убирал мусор. Вещи, которые он находил, могли много рассказать об их владельцах. Одна из таких находок рассказала Валли, какие усилия предпринимали земные жители, чтобы сохранить окружающий их мир. Спасательная операция была организована сотрудниками компании «Мегафон». Каждую весну «Зеленый десант» рассредотачивался в различных российских городах. Так, 25 апреля 2009 года, сразу в нескольких уральских городах – Челябинске, Тюмени, Кирове, Ижевске, Перми, Сургуте и Екатеринбурге – сотрудники компании и все желающие горожане дружными отрядами решили бороться с ненавистными корами мусора и беспорядка. Как удалось собрать такое количество единомышленников? Конечно, благодаря командиру армии «Зеленых десантников» уральского «Мегафона». Частота, порядок, вьюм – все это то, ради чего мы собрали сегодня здесь. Вглядитесь в эти счастливые лица, ведь их действительно вдохновляет эта работа. «Сегодня дружно в ряд метем, весь город вместе приберем! Ура! Вселенный субботник!» «И сегодня здесь мы неспроста, в банке будет красота! Вот такой прекрасный фонд здесь устроил «Мегафон!»» «Мы за случаем передаем привет!» Наблюдая за происходящим, мы видим, сколько ВИП-гостей среди участников. А чтобы перечислить все известные средства массовой информации, партнеров и активных озеленителей проекта, надо набрать столько воздуха в легкие, сколько потребуется для надувки огромного дирижабля «Мегафон». Активно собираем листву, сейчас пойдем красить лавочки. Да, планета с каждой минутой становится все зеленее, а границы территории приобретают фиолетовый оттенок. Этакая зелено-фиолетовая земля в солнечных лучах. Сейчас мы начали подметать, увидели дорожки, увидели, что на самом деле парк, а не просто деревья с гниющей листвой. Стала продеваться трансравка, убрали пивные бутылки, на что я думаю, здесь будет все красиво и свежо. Итак, в темпе спортивных соревнований с азартом выходим на финишную прямую. Ведем строгий счет, чтобы десантники смогли реально почувствовать, насколько планета стала чище и красивее. Более двухсот конструкций, скамьи, качели, горки, турники и даже паровозы засияли яркими красками и задышали весенним обновлением. Тридцать тонн мусора вывезено в результате экологического сражения за чистоту. В Кирове почистили искусственный пруд, отмыли постамент танка в Челябинске, придали исторический лоск без руки современности в виде граффити памятному камню на месте основания Тюмени. Силами сотрудников компании и неравнодушных горожан была благоустроена территория общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Чтобы жизнь на земле продолжалась, необходимо не только ее освобождать от мусора, но давать жизнь деревьям, растениям, цветам. Осознание того, что надо украшать и улучшать тот дом, в котором ты живешь, нашу с вами землю, оно придет и к тем, кто сейчас об этом не думает. Они поймут, что все продолжается, что все происходит нон-стук. Невидимыми героями экологического десанта стали и многомиллионная армия поклонников компании, истинных ценителей высокотехнологичных услуг и сервисов в стиле Мегафон, абоненты компании. Средства за отправленные благотворительные СМС позволили посадить более 50 деревьев во многих уральских городах, благоустроить мост влюбленных в Тюмени, покрасить детские конструкции в парке имени Энгельса в Екатеринбурге. Экологическая акция от Мегафон распространилась по всему миру. Люди стали присоединяться к движению компании, и каждый стал вносить свой посильный вклад в спасение планеты. Поэтому наш персонаж робот Валли, к счастью, остался добрым мультяшным героем. Сегодня люди продолжают жить на земле, стараются оберегать все то живое, что их окружает. Ведь будущее зависит от нас. Благодарим всех, кто принял участие в «Зеленом субботнике-2009». Благодарим всех, кто принял участие в «Зеленом субботнике-2009». Благодарим всех, кто принял участие в «Зеленом субботнике-2009». Благодарим всех, кто принял участие в «Зеленом субботнике-2009».